Отрицание насилия, прославление борьбы, духовная дисциплина и противоречия в Ананда Марге. Аннотация. В данной статье рассматривается проблема насилия внутри Ананда Марге, современного индийского религиозного движения, базирующегося в Западной Бенгалии. В нем анализируется противоречие, через которое прошла Ананда Марга, и ставится под сомнение его роль в движении, исследуя его связь с внутренней характеристикой группы, процессом посвящения в аскетизм. Основываясь на многолетней антропологической полевой работе в Индии, я описываю структуру Ананда Марге и затем различаю историю движения, которая написана и изложена коллективно, и истории движения, которые рассказываются устно и индивидуально. Сопоставляя эти разные версии одного и того же события, я утверждаю, что противоречие можно рассматривать как часть более масштабного процесса посвящения, в ходе которого преданные ученики постепенно признают законность насилия. В 1972 году в Патне, Индия, бухгалтер железнодорожной мастерской был осужден за преступный сговор и убийство шести человек. Ему был вынесен пожизненный приговор. Шесть лет спустя, в июле 1978 года, второй судебный процесс оправдал его по всем пунктам обвинения. Прабхат Ранджан Саркар был освобожден из тюрьмы. Это дело представляло бы мало интереса, если бы десятки тысяч людей не верили, что обвиняемые являются воплощением Бога, а убийства, за которые его судили, не были совершены его собственными бывшими учениками. Известные своим ученикам как Шри Шри Анандамурти, буквально воплощение блаженства, Прабхат Ранджан Саркар является гуру индийской религиозной группы Ананда Марга, основанной в 1955 году в Бихаре. Его судебный процесс, осуждение и тюремное заключение в 1970-х годах на основе показаний близкого ученика сильно повлияли на формирование движения, возможно, побудив некоторых членов совершить серию актов насилия. Протестуя против тюремного заключения своего гуру, некоторые ученики принесли себя в жертву в общественных местах в Индии и за рубежом, в то время как другие были отданы под суд за политические убийства и террористические акты. В этой статье будет рассмотрен спор, касающийся предполагаемого насилия в Ананда Марге. Каким образом обвинение в том, что гуру был убийцей, повлияло на формирование и развитие движения? Обычные исследования, касающиеся насилия в религиозных движениях, основаны на предположениях, что насилие возникает из-за реакции членов на действия правительства или внутренний кризис, или в результате отсутствия самоконтроля у отдельных лиц. Затем предпринимаются научные усилия для понимания контекста и причин насилия с уделением внимания тому, как его можно было избежать, или как подобное насилие можно предотвратить в будущем. Хотя я полностью признаю важность и необходимость этих усилий, в этой статье я придерживаюсь другой точки зрения. Насилие в Ананда Марге рассматривается здесь как неотъемлемая часть внутренней динамики группы, а убийства, за которые был осужден и оправдан гуру, предстают лишь как публичное выражение этой динамики. Анализируя одно событие, насилие, вменяемое гуру на судебном процессе, я исследую роль, которую насилие играет в движении. Я утверждаю, что признание насилия внутри группы и участие в нем является частью эзотерического процесса инициации, который требует стратегий притворства и секретности, характерных черт тантрических религиозных движений. Несмотря на интерес, который Ананда Марга вызвала в индийских средствах массовой информации, это движение было полностью обойдено вниманием в литературе по общественным наукам. Ее идеология, религиозные практики и организационные структуры избежали углубленного изучения. Эта статья призвана стать первым шагом в этом направлении, рассматривая тему насилия не с моральной точки зрения и не с точки зрения инсайдера, а с антропологической точки зрения, основанной на интервью, которое я собирал с 2002 года во время полевых работ в Индии, Западная Бенгалия, Мохараштра, Бихар и Утар-Прадеш. Полевые исследования также проводились в Германии, Англии, Швейцарии и Бразилии, где ученики в основном не являются уроженцами Индии. В частности, я принимал участие, как посторонний, в многочисленных групповых собраниях и брал интервью у большого числа учеников. Я также изучил ее внутреннюю литературу и перевел ее части, собрал статьи из местных газет, ознакомился с полицейскими досье и расспросил представителей правительства. В первой части этого эссе я кратко представляю движение, обсуждаю понятие насилия и ненасилия в индуистской Индии и рассматриваю место, которое насилие занимает в идеологии Ананда Марги. Во второй части я описываю процесс посвящения в духовные практики и пытаюсь раскрыть роль, которую в них играет насилие. В третьей части я анализирую судебный процесс над Саркаром и изучаю официальную историю движения, изложенную в его публикациях, историю, которая опровергается другими историями, циркулирующими среди его членов. Помимо проблемы религии и насилия, я надеюсь, что это тематическое исследование предоставит современные данные о традиции тантра притворства и секретности. Ананда Марга. Общий обзор. Ананда Марга была основана в 1955 году Прабхатом Ранджаном Саркаром, бенгальцем из семьи низшего среднего класса. Ананда Марга буквально означает «путь к блаженству». Оно обозначает как организацию людей, занимающихся духовными практиками, ведущими к состоянию блаженства, так и доктрину, на которой основаны эти практики. Ананда Марга объединяет десятки тысяч учеников в разных частях мира, но наибольшее их число находится в Индии, особенно в Западной Бенгалии, родном штате основателя. В отличие от индуистских сект в Индии, которые основывают легитимность гуру на духовной линии, Парампара, Ананда Марга не претендует на родословную. Саркар не был учеником гуру. Его ученики считают его аватаром Шивы, что является важной деталью для данного исследования. Его считают всезнающим, всемогущим и вездесущим существом. Ученики обычно называют его Ананда Мурти, буквально воплощение блаженства, или более нежно баба, родственный термин, означающий отец. Хотя он умер в 1990 году, Ананда Мурти по-прежнему почитается как гуру движения. Духовный преемник назначен не был, фактически лидеры группы сохраняют административные полномочия, но не духовный статус Ананда Мурти. Что касается религиозных доктрин и практик, девизами Ананда Марги являются самореализация и служение человечеству. Ученики занимаются тантрической духовной дисциплиной, садхана, чтобы достичь освобождения, мокши. Хотя тантризм очень расплывчатый термин, которому трудно дать определение, ученики Ананда Марги используют его для обозначения особой идеологии, в которой микрокосм и макрокосмос соответствуют и взаимодействуют посредством энергии, а также широкого спектра телесно-ориентированных духовных практик, варьирующихся от мягких до жестких. Мягкие практики, это те, которые обычно встречаются в широкой индуистской традиции. А термин жесткие практики я использую для обозначения тайных практик, связанных с тантрой. Как мы более подробно увидим ниже, духовные практики Ананда Марги включают ограничения в питании, чтении мантр и различные виды медитации в зависимости от степени посвящения. В дополнение к стремлению к индивидуальной трансформации, Ананда Марга настаивает на необходимости служения человечеству. Ученики руководят школами и детскими домами, а также координируют работу по оказанию помощи в разных частях мира. Отчетливо прослеживается влияние индийского социально-религиозного реформаторского движения 19 века, которое превратило социальное действие, сева, в путь к освобождению. Далее, идеология Ананда Марги отмечена политическими устремлениями, согласно которым ученики высокого духовного развития должны править миром и защищать идеальный социально-космический порядок, тхарму. Преследуя эту цель, некоторые ученики баллотировались на выборные должности в Индии, хотя и с весьма ограниченным успехом. Насилие как суть жизни, идеология Ананда Марги в контексте. Насилие и ненасилие в индуистской Индии. В западных странах ненасилие, обычный перевод санскритского термина Ахимса, обычно представляется как основная ценность индийской цивилизации. Этот образ во многом обусловлен репутацией Махатмы Ганди, который распространил использование ненасилия на социальные действия. В контексте борьбы Индии за независимость, благодаря уникальному толкованию Пхагавад-Гиты, Ганди преобразил Ахимсу, превратив ее в политический инструмент сопротивления британскому правлению. С тех пор в Индии насилие и ненасилие рассматриваются как взаимоисключающие полюса. Однако в индуистской Индии концепции насилия и ненасилия гораздо сложнее. Этимологически Ахимса – это привативный составной термин, состоящий из отрицательной приставки и корней Химса, формы корня Хань, имеющего значение нападать, чтобы убить. Таким образом, Ахимса означает отсутствие какого-либо желания убивать. Следуя этому определению, именно контекст и автор деяния, а не само деяние, определяют его как насильственное или ненасильственное. Согласно этой точке зрения, многие насильственные действия не были бы поняты как насилие, поскольку они не являются результатом желания убивать. Отныне экстремальные акты насилия, совершенные в определенных контекстах, в качестве жертвоприношения или законными субъектами, такими как Брамин, Царь, Аватар или Аскет, не считаются насилием. В этих случаях заявленной причиной убийства является не жадность или гнев, а сохранение социально-космического порядка. К числу действий, не считающихся насильственными, относятся те, которые совершаются божественными существами, воплощенными на Земле. Во всей индуистской Индии преобладает представление о божественном как о ком-то, кто появляется на Земле, чтобы спасти социально-космический порядок. Для выполнения этой задачи божество вынуждено, и ему позволено применять насилие. Как вспоминает Катрин Клементи Нойха, насилие и даже акты, отнимающие жизнь, лежат в основе этого представления. Аватар может отнять жизнь ради социально-космического порядка и благополучия мира. Поскольку этот акт не направлен на личную выгоду или удовлетворение, его нельзя считать насильственным. Следуя той же схеме, насилие аскета над своим собственным телом не считается насилием, и действительно, существует индийская традиция военного аскетизма, которая парадоксальным образом защищает идеал ненасилия силой оружия. Насилие и ненасилие в Ананда Марге Сложности насилия и ненасилия в индуистской Индии также очень сильно присутствуют в идеологии Ананда Марге. С одной стороны, Ананда Марга ссылается на необходимость сведения к минимуму насилия. Гуру Ананда Марге перевел Ахимса как безобидность, а точнее как отсутствие какой-либо мысли, слова или действия с намерением причинить вред кому-либо другому. По возможности следует избегать насилия. Ученики должны избегать причинения боли другим, и они стремятся контролировать свои мысли, слова и поступки. Существует множество правил, сдерживающих поведение учеников и заставляющих их действовать таким образом, чтобы уменьшить проявление насилия. Среди них написано, что ученик должен быть добрым и кротким и оставаться свободным от ненависти, гнева и тщеславия даже по отношению к людям враждебной природы. Другим способом минимизации насилия является предписанная учениками диета, вегетарианство, основанная на том же принципе Ахимса. С другой стороны, Ананда Марга подчеркивает необходимость насилия в определенных контекстах. Гуру Ананда Марги был ярым критиком понимания Ганди, которая определяет Ахимсу как ненасилие. Ананда Мурти учил, что доктрина Ахимса ошибается, потому что это противоречит самим законам существования и истинному социально-космическому порядку. Если человек строго придерживается этого, то невозможно жить. Само существование жизни зависит от других форм жизни. Независимо от того, есть намерение или нет, причинение вреда другим живым существам неизбежно. Вселенная рассматривается как взаимодействие двух антагонистических сил, невежество, овидье и знание овидье. Предполагается, что конфликт между этими двумя силами происходит как на микрокосмическом, так и на макрокосмическом уровнях, следуя тантрической гомологии между ними. Поэтому Ананда Марга считает борьбу сутью жизни. Из-за всепроникающего характера этого конфликта способность бороться прославляется на разных уровнях, индивидуальным и социальным, и различными средствами, тонкими и грубыми, как покажут примеры, приведенные ниже. По мнению Ананда Марги, тантрическая духовная дисциплина развивает эту способность к борьбе. Тантрики вовлечены в битву, направленную как внутрь, так и вовне. На микрокосмическом уровне разум прогрессирует, преодолевая противостоящие силы. Ученик постоянно сталкивается с личной греховной природой, с которой необходимо решительно бороться посредством духовной практики. В Ананда Маргине насилие считается невозможным само по себе, потому что насилие является основой эволюции мира, как на микрокосмическом, так и на макрокосмическом уровнях. Насилие, направленное против самого себя, законно, когда оно используется для ускорения индивидуальной эволюции на пути к освобождению, насилие в отношении людей в обществе законно для увековечения социально-космического порядка. Таким образом, индивидуализированные духовные практики подводят посвященного к принятию насилия как необходимого компонента человеческого воплощения. От последователей до первопроходцев. Учение Ананда Марги является эзотерическим, передаваемым через многочисленные посвящения, которые создают многоуровневое ученичество, особенность, общую для многих индуистских сект. Рождение, класс и возраст не препятствуют тому, чтобы кто-либо был посвящен в Ананда Маргу. Когда считается, что посвященный готов или заслуживает этого, ему даруются другие посвящения, которые дают доступ к более высоким степеням духовной практики. Официально целью духовной практики является освобождение. Стремление к приобретению сверхъестественной силы, ситхи не поощряется. Однако освобождение нельзя достичь собственными усилиями, только милость гуру, гуру Крипа, может даровать это. Поэтому ученики живут, чтобы доставить удовольствие гуру, и все, что от них требуется, можно объяснить как духовные испытания. По мере того, как ученик проходит различные посвящения, духовная дисциплина становится более ритмичной и содержательной. На более высоких уровнях посвящения ученик сталкивается с более жесткими духовными практиками, в которых борьба с личными наклонностями приобретает все большее значение. Когда насилие над собой становится неотъемлемой частью личной духовной практики, насилие среди учеников развивается, чтобы помочь братьям по посвящению оставаться на пути духовной реализации. Мы лучше поймем этот момент, когда будем описывать уровни членства Ананда Марги. Многоуровневое ученичество Ананда Марги. В состав Ананда Марги входят Ананда Марги, единственный в своем роде гуру и два типа учеников, Марги и Ачарьи. Главное различие между этими категориями заключается в способности Ачарьи давать посвящение, который не обладает Марги. Однако, и эта особенность Ананда Марги, любой получающий посвящение от Ачарьи, становится личным учеником Ананда Марги. Будь то Ачарьи или Марги, все Ананда Марги являются учениками одного и того же гуру. Эта конкретная система делегирования полномочий имеет два важных практических последствия. Во-первых, это позволило движению расти в геометрической прогрессе, поскольку инициация не требует присутствия гуру. Это объясняет, как с 1972 по 1978 год движение распространилось за пределы Индии, пока гуру находился в тюрьме в Бихаре. Это также означает, что кто-то может быть учеником Ананда Мурти, никогда с ним не встречаясь, как в случае со многими Марги, живущими за пределами Индии, и теми, кто стал Марги после его смерти. Во-вторых, Ачарья, который инициировал множество Марги, может получить власть в движении и в конечном итоге сформировать фракцию. Чтобы избежать этого и сохранить единство организации, большое значение имеют дисциплина и иерархия. Как мы увидим дальше, насилие может стать необходимой чертой организации для поддержания строгого послушания и духовной практики учеников. Внутри категории Марги и Ачарья существуют подкатегории членства. Среди Марги мы находим простых Маргий и ЛФТ. Среди Ачариев мы находим сначала Брахмачари, титул, обозначающий первую стадию жизни Брамина, на которой он вынужден посвятить себя Абсолюту и соблюдать безбрачие во время обучения у своего Учителя. Затем Аватхута, используемый в тантрической литературе для обозначения Аскета, чье освобожденное Я превосходит законы социального порядка. И, наконец, на вершине иерархии Пуротха, буквально первопроходец или авангард, титул, данный в ведах царскому жрецу. Каждый класс или подкласс создается из членов более низкого класса. Чтобы стать Ачарией, человек должен был быть Марги. Точно так же, чтобы стать ЛФТ, нужно было быть простым Марги. Чтобы стать Брахмачаря, человек должен был быть ЛФТ. Чтобы стать Аватхутой, нужно было быть Брахмачаря. Подводя итог, можно сказать, что разные звания соответствуют разным степеням в шкале посвящения, индивид проходит их как духовную карьеру с внутренним продвижением по службе, основанным на индивидуальных заслугах, будь то духовные или иные. Чем выше подкласс по шкале инициации, тем меньше в нем членов. Официально среди десятков тысяч Ананда Марги только 1500 являются Ачарьями, две трети из которых – Аватхуты, и менее ста – Пуротхи. Рассматривая каждую из этих пяти подкатегорий, я теперь подробно остановлюсь на назначенной каждой из них духовной практике и взаимоотношениях с Гуру. Марги Первая категория учеников Ананда Марги – это Марги. Человек становится Марги, принимая посвящение от Ачарьи. Во время этого первого посвящения Марги получают мантру, предается Гуру Ананда Марги, дает обет секретности и обещает очень строго следовать моральным правилам. Эти правила называются ограничениями «Яма» и наблюдениями «Нияма» и взяты непосредственно из йога-сутры Патанджиря. Согласно этим моральным правилам, ученик должен быть не насильственным, а химса, быть честным и говорить правду, сатья, не воровать, асте, не предаваться сексуальным утехам, брахмачария, и не накапливать слишком много имущества, а париграха. Марги также должен быть чистым, шауча, довольным, сантоша, практиковать духовную дисциплину, тапах, изучать священные тексты, которые в данном контексте относятся к литературе группы, сватхьяи, и быть преданным Богу, Вара Пранитхана. Получив посвящение, Марги может получить доступ к шести различным уровням духовных практик, каждая из которых представляет собой новую ступень в ритуальной технологии духовной практики. Это то, что я называю мягкими практиками, включающими повторение мантры, визуализация ее и контроль дыхания. Это первая категория учеников, Марги, состоит из двух подгрупп, простые Марги ЛФТ. Первая подкатегория состоит из десятков тысяч простых Марги, подавляющего большинства учеников. Они оказывают экономическую поддержку посредством пожертвования и посещают групповые собрания, такие как еженедельная групповая медитация местной общины Ананда Марга и более крупные ежегодные собрания. Их духовная практика зависит от степени принятого посвящения и должна проводиться дважды в день. Им предписано уважать кодексы морали и чистоты, а также следовать множеству правил и запретов. Они придерживаются строго вегетарианской диеты, в которой запрещены лук и чеснок. Духовная практика, которой наслаждаются многие простые Марги, это воспевание Киртан. Это, безусловно, самая мягкая духовная практика, выполняемая учениками Ананда Марга в Индии, поскольку она не требует посвящения. Мантры поются в конце публичных занятий йогой, которые проводят Ачарьи. В этом контексте воспевание описывается как эффективная практика расслабления. Компакт-диски с песнопениями на разные мелодии продаются в интернете и на собраниях Ананда Марга. Популярная мантра, Баба Нам Кива Лам. В буквальном переводе это означает имя Гуру абсолютно, но часто его переводят как Гуру любит всех. Практикуя Киртан, ученики визуализируют своего Гуру как чистое любящее существо. Они подчеркивают любовь и радость, которыми награждает их Гуру, и испытывают то, что они называют любящим лицом Гуру. Среди тех, кто присутствовал на беседах, которые обычно проводил Ананда Мурти, хотя его окружали сотни учеников, многие сообщают, насколько сильно они могли чувствовать интенсивность его любви. У простых Марги сложился образ Гуру как доброжелательного существа, соответственно, темой их духовной дисциплины является любовь, чувство, которое внешне противоположно насилию. Вторая подкатегория Марги состоит из ЛФТ. Она представляет собой более высокую степень духовной и организационной дисциплины. ЛФТ обычно представляют собой мужчин и женщин, мужчин примерно в 10 раз больше, чем женщин, в возрасте 20 с небольшим лет, которые обычно в течение одного-трех лет полностью посвящают свое время движению, и их просят не вступать в интимные отношения в течение этого времени. В конце этого периода они решают либо стать очарьями и пройти необходимое обучение, либо жениться и оставаться простыми Марги. В дополнение к соблюдению моральных кодексов и участию в коллективном пении и медитации, ЛФТ занимаются более интенсивной духовной дисциплиной, чем простые Марги. ЛФТ медитируют 4 раза в день и постятся 4 раза в месяц. Подобно простым Марге, ЛФТ могли видеть Гуру на коллективных церемониях, но из-за своего положения у них также была возможность встретиться с ним лично. Многие описывают эти встречи аналогичным образом. Прежде всего, ученик мог более глубоко ощутить благодать и сострадание, даруемые Гуру. Например, Абеджит с волнением вспоминал, как сидел на коленях у Гуру, который мягко льстил ему и говорил, какой он хороший мальчик. Но он также вспомнил суровую сторону Гуру, например, тот раз, когда Гуру спросил его, всегда ли он был хорошим мальчиком или когда-нибудь грешил. Он ответил, что иногда совершал какие-то грехи. Гуру сказал, что поможет ему исправить его ошибки, затем взял палку и притворился, что сильно ударил его. В самый последний момент Гуру лишь легонько ударил его по ягодицам. Затем от ученика требовали обещания больше не грешить. Абеджит считает, что этот акт насилия, хотя и чисто символически, был средством заставить его осознать свою греховную склонность. В контексте индивидуальных встреч с Гуру ученик осознал, что его Гуру был здесь не только для того, чтобы раздавать милость и любовь, но и для того, чтобы быть суровым. Борьба с собственными греховными наклонностями является частью духовной дисциплины Ананда Марги, и постепенно ученик понимает, что эта борьба требует сильной энергии, шакти, и иногда насилия, хотя на данном этапе это в основном символично. Ачарьи Помимо Марги, будь то простые Марги или ЛФТ, Ачарьи составляют вторую категорию учеников среди Ананда Марги. Занимая административные и духовные посты, Ачарьи составляют основу структуры движения. Мужчин больше, чем женщин, примерно в 10 раз к одному. Звание Ачарьи присваивается кандидатам, прошедшим специальную подготовку, которая может длиться от 6 месяцев до 3 лет. В конце обучения им дается новое имя на санскрите, которое несет в себе духовный смысл. Во время обучения им дается глубокое понимание духовной и социальной философии, предложенной Ананда Мурте, и их инструктируют по трем вещам, которые отличают их от Марги. Во-первых, они становятся учителями системы духовной практики Ананда Марги, изучая, как инициировать Марги, составлять йогические рецепты для здоровья и присваивать санскритские имена на случай, если они инициируют не индейцев. Во-вторых, Ачарьи практикуют духовную дисциплину, которая более интенсивна как по ритму, так и по содержанию, чем у Марги. В-третьих, и этот момент здесь особенно важен, им говорят о более высоком уровне морали. Марги придерживаются обычной или мирской морали. Устремленных Ачарьев учат экстраординарной или трансцендентной морали. Последнее считается более высоким уровнем морали, на котором моральные кодексы становятся относительными с духовной точки зрения. Как было представлено ранее, Марги должны говорить правду, но когда человек становится Ачарьей, истина приобретает другое значение. Более важным, чем сама истина является духовное следствие того, что вы говорите правду. Если правду будет слишком тяжело вынести, лучше исказить ее, чтобы сделать более приемлемой. Другими словами, Ачарьи могут лгать во имя истины, но только если это делается ради высшей выгоды. В обучении Ачарьи иллюстрации этого нового правила может служить следующий пример. Когда у человека внезапно умирает мать, вместо того, чтобы сразу сообщать об этом сыну, лучше подготовить его в течение нескольких дней, сказав, что его мать больна, и в конце концов скажите ему, что его мать умерла. В Ананда Марги стать Ачарией означает обрести способность судить о том, сколько истины может быть легко принято другим. Среди Ачариев первой подкатегории являются брахмачари, которые занимаются интенсивной духовной дисциплиной. Чтобы стать брахмачари, нужно следовать 111 правилам и предписаниям, включая целибат, которые контролируют поведение и уменьшают проявление насилия. Пост становится важной чертой духовной дисциплины брахмачари. Четыре раза в месяц, в полнолуние, новолуние и на 11 день, Экадаши, после полнолуния и новолуния, брахмачари соблюдают минимум 24-часовой пост без воды. Большинство брахмачари считают эту практику очень тяжелой, но убеждены, что она позволяет им развить в себе мужество, преодолеть страх нехватки и духовно очищает их. На этом этапе пост становится частью личной дисциплины и иногда используется в качестве наказания. Чтобы искупить греховную мысль, ученик должен подчиниться внутреннему насилию поста. В случае более тяжкого греха, такого как связь с представителем противоположного пола, насилие между членами разрешается и принимается. Единоверцы должны принудить виновную сторону вернуться к дисциплине. Один классический и распространенный способ коррекции – сильно ущипнуть человека за туловище. Другая практика, называемая тик-тик, требует, чтобы человек несколько раз приседал и вставал, держась за уши часто до нескольких сотен раз. Вторая подкатегория очарьев – это аватхута, что буквально означает «тот», кто вышел за рамки правил. В Ананда Марге этот титул присваивается очарьям, которые были посвящены в Капалика Садхану. Содержание Капалика Садханы, которое считается основательной тантрической практикой, хранится в еще более строгом секрете, чем остальные духовные практики Ананда Марге. Однако известно, что это происходит каждую ночь на валуне на месте для кремации и что для этой практики используется человеческий череп. В Индии считается, что места кремации полны злонамеренных влияний, таких как призраки и другие духи. Во время медитации Капалика аватхуты противостоят этим существам и вступают с ними в смертельные схватки. Считается, что эта практика развивает мужество и сверхъестественные силы, чтобы стать бесстрашным, одним из главных атрибутов аватхуты. Отсутствие страха позволяет аватхуте бороться со своим личным невежеством и невежеством других. Достигнув уровня жестких практик, аватхута сталкивается с самой жесткой стороной гуру. На этом этапе насилие теряет свой символический фасад и становится реальным. Ачарья Сунирмалананда аватхута описал сеансы с гуру под названием «Проверка религиозных обязанностей», которые он посещал вместе с другими аватхутами в начале 1980-х годов. Они собрались вокруг гуру и один за другим сели к нему на колени. Он рассказывал им об их грехах и назначал какое-нибудь наказание. Затем их избивали, иногда голыми. Некоторые получали большие синяки. Дей свой жестко перед лицом коррупции и зла, гуру, которого ранее последователи изображали любящим, показывал новое лицо. Однако, и это следует подчеркнуть, несмотря на интенсивность избиений, церемония воспринималась как духовная практика. Ачарья Сунирмалананда аватхута утверждал, что весь этот момент был блаженным. Он даже улыбнулся при мысли об индийских и даже иностранных аватхутах, приезжающих издалека, чтобы их избили. Люди снаружи подумали, что мы сумасшедшие. Но это не повредило бы, напротив, это было нечто блаженное, потому что в глубине души мы знали, что это спасет нас от многих переселений душ, это придавало некоторую скорость нашему собственному процессу трансформации. Хотя идея о том, что эффективное насилие может спасти людей от многих переселений душ, может показаться странной постороннему глазу, в индуистском мире это не редкость. В индуистской мифологии среди многих качеств аватара одним из них является способность освободить человека от кармы, накопленной в прошлых жизнях, посредством жестокого наказания. Говорят, что Шива в своей потрясающей форме Пхайравы даруют индусам, умирающим в Ванарасе, краткое, но чрезвычайно жестокое искупление, известное как Пхайрави-Ятана. Это позволяет умирающему человеку освободиться от кармы и таким образом обрести освобождение. Как объяснил священник из маникарника Гхат, жестокость такого рода искупления была бы такова, что проступки, на искупление которых индуисту потребовалось бы тысячи лет в обществе Ямы, Бога Смерти искупаются за одну секунду. После наказания индивид очищается от любых недостатков и видит Шиву. Таким образом, в Ананда Марге насильственные сеансы с Гуру рассматривались как важная черта высшей ступени духовной дисциплины движения. Однако они были приняты учениками только благодаря статусу Аватара, присвоенному Анандамурте. По словам актера Шритхарананды Аватхуты, после смерти Анандамурте эти сеансы больше не проводятся, и никто не имеет права применять такое жестокое наказание. Несколько учеников сожалеют об этом периоде великого пробуждения насильственными средствами. Самая продвинутая категория Ачарьев, это Пуротха, элита всех учеников. Они имеют доступ к высшему типу духовной дисциплины, называемой экстраординарная йога. Известная как более высокий уровень йоги, использующий сверхъестественные силы, эта практика держится в строгом секрете. Многие Пуротхи проводили регулярные индивидуальные встречи с Гуру, и содержание этих встреч было особенно секретным. Один Пуротха, Ачарьи Шудха Ратананда Аватхута, сказал мне, что их гуру был настоящим тантрическим гуру, он был способен на все. Это очень трудно понять тому, кто не посвящен. Хотя это никогда не было доказано юридически, некоторые бывшие ученики сообщали о сексуальном насилии со стороны гуру на собрании особого типа, называемом «Сладкий клан». Один Аватхута сообщил, что он много ночей спал в объятиях гуру и гордится этим особым вниманием, хотя он и не упоминал о том, что у него были сексуальные отношения, некоторые бывшие ученики описывали, что были заключены в тюрьму после совершения некоторых организационных ошибок. Например, Вера рассказала, как ее месяц держали в комнате без еды и воды и как в другой раз ее пытали, держа голову в воде, пока она не призналась в своей ошибке. В некоторых газетных статьях сообщается о необъяснимых смертях и убийствах на территории Ашрама. По мере того, как ученик продвигается выше по уровням посвящения организации, все меньше людей попадает в элитные категории, духовная дисциплина становится более жесткой, и вероятность актов насилия возрастает, хотя большая часть этого насилия не видна посторонним. Похоже, что насилие в виде ритуальных избиений было особенно распространено при жизни Ананда Мурти. После его смерти насилие в движении, по-видимому, происходит более рассеянно. Однако акты насилия также являются частью процесса посвящения, который держится в строгом секрете от обычных учеников и разглашаются только среди группы высших посвященных. Признание насилия гуру ненасильственным. Суд над Ананда Мурти. Внутреннее насилие Ананда Марги впервые стало известно общественности благодаря убийствам, в подстрекательстве к которым обвиняли гуру. Летом 1971 года в джунглях, окружающих ранче, были обнаружены шесть трупов. Было описано, что у них были вспороты животы, отрублены гениталии, выколоты глаза и обезображены лица. Следователи, которые описали это дело как убийство, совершенные вслепую, не смогли опознать ни тела, ни убийц. Шесть месяцев спустя полиция провела обыск в штаб-квартире Ананда Марги в ранче и обнаружила бомбы, оружие и окровавленные кинжалы. 18 Ананда Марги были арестованы, в том числе Ачарья Матхавананда Аватхута, руководитель добровольной социальной службы Ананда Марги, предположительно являющийся подразделением по борьбе с насилием в движении. После нескольких месяцев заключения он признался в том, что убил 18 перебежчиков по приказу гуру. Затем была установлена связь с предыдущими убийствами, и гуру и четверо близких учеников были арестованы и предстали перед судом. Осужденные за преступный сговор и убийство шестерых дезертировавших Ананда Марги, они были приговорены к пожизненному заключению. Затем началась судебная тяжба, длившаяся 8 лет. В конце концов, 4 июля 1978 года, после нескольких апелляций, все они были оправданы. Обвинение, как заявил судья, не смогло обосновать вне всяких разумных сомнений обвинения, выдвинутые против заявителей. Гуру Ананда Марги был освобожден из тюрьмы. Это была победа движения, и ученики приветствовали возвращение Ананда Мурти в главный ашрам в Калькутте. Хотя Ананда Мурти и его сообщники в конечном итоге были оправданы и освобождены, огласка первоначального судебного процесса создала группе очень мрачный имидж. Бывшие Ананда Марджи, некоторые из которых занимали высокие посты в движении, были враждебно настроенными свидетелями, включая гуру Мата, бывшую жену Ананда Мурти, которая ценилась почти так же высоко, как и сам гуру. Они охарактеризовали деятельность группы как бесчеловечную, жестокую и бессмысленную. Заявления, сделанные во время судебных заседаний, регулярно публиковались в местной прессе, усиливая негативный имидж группы. Впоследствии центральное правительство использовало показания свидетелей в национальной кампании, направленной на дискредитацию Ананда Марги. Правительство опубликовало две брошюры, написанные бывшим учеником, который представил группу как пачкающую шафрановую мантию, что означает, что поведение отшельников противоречило поведению, ожидаемому от индийских аскетов. Этот эпизод вызвал всемирную радикализацию учеников Ананда Марги. Например, считается, что в 1970-х годах пятеро учеников совершили самосожжение в знак протеста против заключения гуру в тюрьму. Отрицание насилия, формирование общей истории преследований Судебный процесс стал основополагающим событием в формировании движения и развитии его отношений с остальным миром. На самом деле, и это парадоксально, заключение Ананда Марти в тюрьму в значительной степени способствовало его обожествлению. Считается, что гуру страдал и пережил трудности, которые обычные люди не смогли бы пережить. Например, ученики верят, что тюремные власти отравили Ананда Марти и что он выжил благодаря своим сверхъестественным способностям. Это событие ежегодно отмечается 12 февраля и вспоминается как день, когда у гуру посинело горло, что является явным намеком на миф о Шиве, проглотившем яд, чтобы спасти мир. Точно так же ученики верят, что их гуру постился на воде целых пять лет. Рассказывают также истории о том, что Ананда Марти видели за пределами тюрьмы во время его заключения. С самого начала Ананда Марги отрицали, что ученики совершили убийства, приписываемые движению. Они обвиняют индийское правительство, в котором в то время доминировала партия Конгресса, в том, что оно подставило гуру и близких учеников. Внутренняя литература, продаваемая инсайдером во время собраний, описывает заключение Ананда Марти в тюрьму как заговор индийского правительства. В листовках, распространявшихся во время его заключения, и книгах опубликованных позже, подробно рассказывается об этом предполагаемом государственном заговоре против Ананда Марги. Во время своего обучения Ачарьи подробно узнают, как осуждение гуру было результатом боязливой и ревнивой реакции аморальных элементов общества, стремящихся скрыть свою собственную слабость и пустоту. Это дело описывается как крупный заговор, в ходе которого свидетели были тщательно обучены Центральным бюро расследований. Следовательно, Ананда Марга сочинила официальную историю, в которой Ананда Марга описывается как преследуемая враждебными силами, что противоречит неофициальным историям, представленным ниже. Официальная история, доступная в письменной форме, но передаваемая новичкам устно, играет ключевую роль в динамике и поведении последователей движения. Восприятие преследований позволило членам Ананда Марги сформировать сильную групповую идентичность в течение всего нескольких лет. Сам Ананда Мурти перед тем, как отправиться в тюрьму, заявил, что обозначение общего врага – один из лучших способов объединить людей. Таким образом, официальную историю можно рассматривать как средство объединения организации. Психические столкновения и динамика обмена секретами После четырех лет работы на местах и тесного контакта с некоторыми учениками я понял, что эта официальная история была не единственной, передаваемой внутри движения. Параллельно с ней ряд истории распространяется устно среди давних учеников. Эти истории отличаются от истории, представленной выше. Хотя ученики сообщают официальную историю посторонним и новичкам, многие из них больше не верят в это, что подтверждается в интервью. Когда я впервые встретился с одним из старых отчарьев, он рассказал официальную историю, как его гуру был ложно обвинен в начале 1970-х годов. После многих встреч он начал корректировать свою речь. Рассказывая об убийствах шестерых перебежчиков в 1970-х годах, он поведал мне новую историю о них. Его точка зрения заключалась в том, что посторонние не могли понять такие убийства. Понять их можно было только в том случае, если знать о сверхъестественных силах отчарьев и о вреде, которые они могут причинить, если собьются с правильного пути. Люди с такими сверхъестественными способностями, сошедшие с пути секты, вызвали бы большую катастрофу в мире. Ответственность за предотвращение такой катастрофы лежала на гуру, и единственный способ предотвратить это – избавиться от них. Баба Ананда Мурти, заключил он, это божественное существо, он выше нашего понимания. В то время как посторонние сочли бы предполагаемые убийства перебежчиков насильственным поведением в ответ на кризис харизматической легитимности. Согласно этой истории, убийства были необходимы для спасения мира. Ананда Мурти, которого его ученики считали аватаром, мог лишить жизни ради благополучия социально-космического порядка, а не ради личной выгоды или сатанизма. Однако эта история является секретной и может быть передана только устно ученику, уже убежденному в законности определенных видов насилия. Не каждый Ананда Марги думает, верит или признает приведенную выше историю, в которой Ананда Мурти фигурирует ответственным за убийство. Напротив, этой истории делятся только очень увлеченные ученики, чем выше ранг человека, тем больше вероятность ее услышать. Эта история лишь одна из многих, и процесс раскрытия истории никоим образом не предопределен, индивидуальные особенности могут ускорить его или замедлить. Например, некоторые аватхуты могут не слышать ничего, кроме официальной истории движения, в то время как некоторые ЛФТ, в силу личного темперамента, могут услышать истории довольно рано. Чтобы понять ошибочность этого процесса, нужно помнить, что следование экстраординарной или трансцендентной морали для того, чтобы стать Ачарией, как полагают, способствует развитию способности судить о том, насколько легко истина может быть принята другим человеком. Процесс перехода от одного изображения Ананда Марги к другому может вызвать когнитивный диссонанс в сознании ученика. Например, я познакомился в Индии с 21-летним шведом, который путешествовал с Ачарией, который дал ему посвящение. Как это обычно бывает с большинством ЛФТ, он недавно был посвящен в это движение и относился к нему с энтузиазмом. Он бросил университет и решил посвятить один год своей новой страсти. Теперь он был совершенно сбит с толку, потому что только что узнал об истории, описанной выше. Он начал задаваться вопросом, действительно ли движение Ананда Марга, к которому он теперь принадлежал, было путем к блаженству или группой, занимающейся убийствами. Могло ли это быть и то, и другое? Ученик был сбит с толку и не мог много сказать. Когда я описал его душевное состояние его Ачарья, Ачарья улыбнулся и объяснил мне, что ЛФТ переживает Клэш, как описывают это Марги, что очень распространено в Ананда Марге. Хотя Клэш можно рассматривать как состояние глубокого отчаяния, в Ананда Марге оно считается неотъемлемой частью духовного пути. Нарушая общепринятый образ мышления ученика, Клэш может даже стимулировать духовную реализацию и укреплять веру ученика в движение. Как объяснил один Ачарья, это хороший метод развития своей энергии, шакти, которая очень ценится в движении. На самом деле, подобное потрясение часто побуждает ученика искать большего прибежища в духовных практиках, укрепляя дисциплину ученика и веру в движение. Более того, после Клэша ученик интегрируется в новую группу учеников, которые считают это очень полезным процессом. Однако психические столкновения не всегда провоцируют духовную реализацию или укрепляют веру ученика в движение. Один тренер Ачарья объяснил, как во время обучения Ачарья, столкнувшаяся с жесткой дисциплиной, становится жертвами многочисленных психических столкновений. Многие бросают тренировки и с отвращением думают о том, чтобы покинуть движение. Психическое столкновение рассматривается в движении как средство отпугнуть тех, кто лишь поверхностно интересуется духовной дисциплиной. Истории, подобные приведенные выше, которые циркулируют среди учеников, также вызывают сильные подозрения, неверие и недоверчивость среди прихожан. На самом деле, те, кто не уходит, начинают с подозрением относиться к тому, что происходит внутри Ананда Марги, это характерная черта движения, делающая его жертвой внутренних разногласий. Насилие пронизывает Ананда Маргу и образует континуум, в котором преступления являются единственной частью насилия, заметной посторонним. Помимо письменной официальной истории, которая отрицает, что гуру стоит за убийствами, другие истории передаются устно. Их раскрытие является частью процесса посвящения, и каждая из них соответствует определенной фазе вовлечения ученика в движение. На самом деле, чтобы получить доступ к этим историям, необходимо избавиться от существующих предрассудков. Благодаря духовным практикам и углублению отношений с гуру ученик постепенно усваивает насилие и убеждается в его законности. Заключение. С момента своего создания в середине 50-х годов Ананда Марга постоянно ассоциировалась с насилием. Вдохновленные бенгальской традицией Тантра Шакта, Ананда Марги верит в идеальный социально-космический порядок, поддерживаемый аскетами, достигшими сверхъестественных сил. Защита этого видения узаконивает обращение к насилию. В то время как эпизоды насилия, связанные с новыми религиозными движениями, часто рассматриваются в свете особенностей, происходящих извне группы, не менее важно принимать во внимание особенности, присущие группе. В случае с Ананда Маргой особенно важно определить место актов насилия в рамках философии движения и внутренней динамики. С этой целью я исследовал связь между насилием и одной из внутренних характеристик группы, процессом посвящения в духовную практику. Посвящение в Ананда Маргу включает в себя несколько одновременных процессов. Продвижение по духовной иерархии позволяет ученику получить доступ к более жестким духовным практикам, стать ближе к гуру и услышать другие истории о предполагаемом насилии. Во-первых, чем выше человек находится в духовной иерархии, тем более жесткой становится его духовная практика. Это включает в себя насилие над самим собой, будь то совершенное самим, пост, строгая духовная дисциплина, или совершаемое другими, подчинение избиением соучеников более старших по духовной иерархии. Во-вторых, пока гуру был жив, чем ближе человек становился к гуру, тем больше ученик испытывал насилие гуру как инструмент ускорения личной эволюции. В результате ученик постепенно признавал необходимость насилия как инструмента для ускорения ритма расширения мира. Наконец, чем больше ученик убежден в законности насилия, тем больше он готов слушать неофициальные истории движения. Они дают понять, что движение, а не жертва правительственного заговора, может быть ответственно за некоторые убийства. Это было продемонстрировано описанием историй, передаваемых внутри движения, об уникальном событии, предполагаемом убийстве шести перебежчиков. Однако, описанный процесс можно было бы использовать для рассказов о многих других случаях насилия, предположительно связанных с Ананда Маргой. Ключевым элементом является различие между официальной, коллективной, записанной историей Ананда Марги, в которой движение предстает жертвой заговора, и устно передаваемыми историями, в которых Ананда Марга предстает как сообщество могущественных аскетов. Действительно, это различие показывает, как насилие в Ананда Марге играет двойную и явно противоречивую роль. С одной стороны, это усиливает отождествление учеников с движением. Благодаря коллективному опыту преследования и общей истории заговора против них, члены Ананда Марги развили в себе общее чувство принадлежности. С другой стороны, официальная история Ананда Марги, это лишь одна реальность из многих, передаваемых в движении. Подобно духовной дисциплине, акты насилия, за которые может нести ответственность Ананда Марга, являются тайными и частью стратегии активного сокрытия. Только когда ученик полностью убежден в законности насилия, он получает доступ к историям, отличным от официальной истории. Однако по мере углубления вовлеченности ученика в организацию он склонен дистанцироваться от других членов, открывая движение для внутренних разногласий и конфликтов. Таким образом, хотя официальная история Ананда Марги способствует сильному чувству общности, распространяемые устные истории способствуют обратному, сильной подозрительности, неверию и недоверчивости среди членов секты. Ананда Марга должна постоянно приспосабливаться к этим противоречивым силам. Вопрос в том, как долго движение сможет выдерживать это внутреннее напряжение.